Всем привет! С вами Светлана и сегодня я расскажу вам о SPF средствах Фобер. Досталось мне их два перед поездкой. Я хотела очень заказать защиту 50, но на складе ее уже не было, к сожалению, и поэтому взяла защиту 30. И также маслица спрей для загара SPF 6. Но давайте начнем с первого. Когда я использовала его дома, в нашей центральной полосе мы ездили на пруд, загорать и так далее, все было прекрасно. То есть для нашего климата, средней полосы России, он работает... А я намазала ребенка, мужа и сама, и в этот день, а это был первый день, начало июня, мы вообще не загорели, то есть все было прекрасно. С учетом того, что мои белокожие товарищи, я имею в виду, муж и ребенок обгорают моментально, им достаточно там 20 минут на солнце, все капец. Они красные. Вот это работает здорово, просто потрясающе. То есть и на второй, на третий раз мы мазались тоже, и уже где-то раз после третьего остается легкий-легкий и сразу коричневый. Загар прям вот еле заметный. То есть если загорать на все лето в центральной полосе, то нормально, кожа ваша не пострадает и защищена и подканты. На море. Как повело себя это средство на море? Мы намазались, естественно, в первый день, причем были облака. Солнца не было вообще, оно не выходило. И я как бы покоричневела, все нормально, но достаточно хорошо за первый же день. А мои товарищи сгорели. То есть на море вот этого средства недостаточно. Хотя я видела комментарии, что некоторые писали, что как же вот со средствами Фоберлик, мои там родственники приехали с моря и вообще не загорели. Как так? Не знаю. Мои товарищи светлокожие с 30 СПФ на море обгорели. Причем очень сильно. Конечно, не знаю, что было бы без него. Наверное, я вообще трэш. Мазала их дней 5, наверное, все равно, потому что хоть какая-то защита, но пусть будет. И сидели они у меня под зонтиком. И облака у нас в основном были открытое солнце в этом году вот редко. И все равно они у меня обгорали. Поэтому, если есть возможность взять 50 СПФ, берите 50-30 на море для белокожих. Вот как мои муж и дочь, мало. Мне вполне достаточно. Я два дня, наверное, им попользовалась, больше не стала. И сразу коричневелый, коричневелый. Так что светленький мне берите побольше защиту. Обгорите все равно с 30 СПФ. Артикул 21-29. Использовали мы, наверное, его где-то вот так. Распределяется оно хорошо. Жирной пленки на коже не оставляет. Я впервые встретилась с таким средством. Другие фирмы и уже очень давно там с детства езжу на море. И всегда крем СПФ прям вот оставлял какую-то жирную пленку. Покупался из воды, вылезаешь и прям вот, ну, кажется, что на лице что-то есть. Нет, здесь он замечательно впитывается. И я мазалась им один раз в сутки. То есть я могла им с утра намазаться, мне этого на весь день хватало. Своих я сначала тоже так мазала. Но здесь не прокатывает, как дома. То есть тоже я вот их дома мазала один раз. Они потом купались. И мы не повторяли нанесение этого средства. То есть этого было достаточно на водой, там не смывалось. Я не знаю, здесь, может быть, после каждого купания нужно его было наносить. Но с ребенком это практически нереально. Потому что он в воде постоянно. Вот, про маслица. Масло вообще классное. Мне очень понравилась стикеточка. Правда, сразу стала отклеиваться. Потому что масляная основа так всегда бывает с маслами. Кстати, с кремами нет, с маслами – да. Артикула 2116. Здесь защита 6 СПФ. И уже я всю семью брызгаю вот этим маслом. Я начала им, наверное, с третьего дня пользоваться. Загар красивый, коричневый. Здорово, все замечательно. Распределяется оно тоже хорошо. И дозатор здесь очень удобный, кстати. Она спрейчиком. Сейчас я вам покажу где-нибудь на руке. Я наношу масло. Кожа сразу блестит. Почему я люблю масло на юге? Потому что кожа все равно сохнет. И чтобы она не шелушилась, потом не облизала, я обязательно ежедневно использую масло. Если есть вот такое, солнцезащитное, если нет. Я раньше брала с собой Johnson's Baby или что-то еще другое. Вот маслица распределяется, хорошо впитывается. Нет никакого липкого слоя, ничего подобного нет. Кожа блестит, кожа напитанная. Пленочка, ну, слегка еле уловимая. И то, когда вот вы сходили, покупались, вылезли, вы эту пленочку видите, потому что по ней водичка скатывается капельками. А так все очень комфортно и замечательно. Поэтому я маслом даже больше довольна, чем кремом 30 SPF. Оно и защищает тоже, и питает, и увлажняет, и все замечательно. Ну, а на этом все. Вот такое получилось видео. Надеюсь, я была вам полезна. Выбирайте средства SPF грамотно. Продумывайте это, потому что обгореть на море очень легко. Всем пока-пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok